Мам, привет! В которой мы играли первый матч этого сезона Если вдруг вы его не видели, вот вам подсказочка Обязательно посмотрите, как сложилась та игра против наших соперников Че, не бреешь уже, блядь, заебался, хочу побриться, пацаны, плей-офф Я нахуй, мы до финала до этого шли, блядь Пиздец, приходится, блядь, сходить вот с тобой, керня Да, нахуй мы до этого финала шли Ворока тоже не бреется, засними гусарский его Да, 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 это я еще помазал специально, блядь, для роста Настроение у нас было соответствующее Мы свою минимальную планку уже выполнили Медали у нас есть, ну а в финале нужно просто сыграть И если получится, то сыграем хорошо Ну а если нет, то мы сильно и не расстроимся Ром, ты понимаешь? Дороги мы прослушивали новый альбом и старые треки Скриптонита Так как нам предстояло за день до матча сходить еще на его концерт, который в Саратове был И скажу вам по секрету, если вдруг вы на мой инстаграм не подписаны, то вы не знаете, что концерт получился такой себе Поэтому подписывайтесь на инстаграм для того, чтобы быть в курсе тех мероприятий, которые я когда-либо посещаю Красавцы! На игру! На финал! Поехали! Ну а уже на следующий день после концерта Скриптонита нам предстояло играть в финальную встречу Но перед финалом сначала был матч за третье место, где встречались неудачники полуфиналов, самолет и команда Крэйзи Химик И команды там устроили просто голевую феерию В итоге самолет Старс победил со счетом 11-7 Вот уж действительно матч за третье место Но мы концовку всей этой игры, конечно же, не видели Потому что в раздевалке получали указания от Рустама, который в этот раз был в роли капитана Так как Сергей Тарханов, к сожалению, не смог явиться на эту игру И мы понимали, что нам серого будет очень не хватать Постарайтесь сегодня не делать замечания с наездом на других ребят Постарайтесь поддержать, наоборот Постарайтесь, если что-то и говорить, это тихонько, аккуратно, подойдя, корректно Никак не топим друг друга Говорим друг другу только положительные вещи Выбрали уже одного товарища, который будет говорить и не только положительные вещи Одного, мне кажется, товарища на нас всех хватит На вас тоже А вот и те самые кубки, за которые мы сегодня будем биться С первых же минут Саргас обрушивает кучу опасных бросков на ворота Несмеяна Практически в самом начале игры мы ошибаемся на смене Выпуская шесть игроков на площадку И вот именно в этом меньшинстве происходит еще большее давление на наши ворота С которым мы с большущим трудом справляемся Но после того, как Диктор объявляет о том, что мы играем в полном составе Лидер соперников Осин, делая сольный проход, забивает шайбу в ближний угол Несмеяна И вот такое неприятное начало для нас 1-0 мы проигрываем А если вдруг кто-то не понял, то финал состоит не из серии В финале только одна игра Поэтому здесь нам нужно было вернуться в игру как можно быстрее И сразу после пропущенного гола уже мы получаем численное преимущество И вот здесь есть наш первый опасный момент Бросок Максима А Серега Ремес набегающий добивал шайбу Но, к сожалению, не получилось Ну а после этого вновь затишье И мне с моими партнерами в основном приходилось играть только на своей половине Но, слава богу, что в нашей команде есть человек, который может взять игру на себя И вовремя использовать наши шансы Парфен тут подбирает шайбу и в одиночку разбирается с голкипером соперников Шикарный гол и счет 1-1 Был еще в первом периоде вот такой вот крутой сейф от Несмеяна Ну и в итоге 1-1 после первых 17 минут Да-да, и не спрашивайте, почему по 17 минут период Лучше смотрите весь проект с самого начала Второй же период начинается с комичного эпизода Когда шайба была отпасована назад Несмеяну Он решил ее выбросить Но в этот момент к нему подъезжал Даня И он не заметил его И попал точно в него шайбой Хорошо, что шайба не отскочила от нашего защитника в ворота Да и хорошо, что без травмы обошлось в этот момент А вот еще одна ситуация, которая могла не очень весело для нас закончиться Тут я выбежал на площадку и забыл, что у меня растекнут шлем А вообще в такой ситуации дается удаление Нельзя так делать И хорошо, что арбитры этого не заметили И прямо в этой же смене происходит вот такой вот опасный момент у наших ворот Здесь после рикошета шайба перелетает Несмеяна И Коля героически выкидывает ее с линии Предлагаю поставить лайк Коле за такой вынос Следующий неприятный эпизод происходит с Ремезом Серега здесь в ситуации сталкивается с защитником очень жестко И какое-то время даже не может подняться со льда Мы там действительно начали переживать за нашего молодого защитника Но слава богу все обошлось Серега вообще проводил очень активную встречу И вот потеря такого бы игрока нам бы сильно могла испортить весь следующий ход игры И казалось бы, это удаление должно нам на пользу сыграть Но нет В этой ситуации Осин обыгрывает наших защитников И проходит по краю к воротам И в последний момент, когда он уже даже обыграл Несмеяна Он просто не попадает по шайбе Ну и под конец второго периода Осин вновь прощает нас Не попадая просто в пустые ворота Ну и еще один эпизод под конец периода Где Сергей Ремезов, которого я уже сегодня отмечал Очень смело ложится под бросок А потом еще и передачу ногой отдает Красавчик И в итоге второй период заканчивается без забитых шайб А счет на табло прежний, 1-1 Пацаны вон, стабильно ходят на игры Красавцы, пацаны Тут начинается самое интересное Я сейчас, друзья, помолчу А вы просто посмотрите внимательно, что произошло Ремез, которого я выделял всю игру Делает проход через всю площадку И забивает с неудобной стороны клюшки В дальнюю девятку, наверное, самый красивый гол нашей команды А, возможно, самый красивый гол всего турнира Серый, как ты это сделал, блядь Красавчик, хорош Передаю привет Сергею Тарханову Его наставление Так все, не радуемся, пока рано еще И мы ведем в финале со счетом 2-1 О май гуднес И тут же Саргаз взрывается Осин начинает брать и тянуть игру на себя И вот в этом моменте опять В какой-то степени нам везет Дальше мы получаем удаление И играем в меньшинстве И, естественно, кучу атак пытаемся отбить Саргаза Но долго Саргаз не забивать не мог Осин разыгрывает двоечку со своим защитником И тот прицельно бросает по нашим воротам 10 минут до конца, счет 2-2 И вся еще борьба впереди Но, к сожалению, как часто это и было на этом турнире Мы тут пропускаем дублями И прям в следующей смене Получаем еще одну шайбу 3-2 Время на то, чтобы отыграться у нас есть Но вот моральная составляющая падает Естественно, нервы на пределе И без стычек в концовке этой встречи Не могло обойтись Но это было еще не все Вот за эту стычку Один из наших игроков получает удаление И мы играем в меньшинстве А я напомню, что буквально 4 минуты нам Остается на то, чтобы отыграться в этом финале Саргас всеми силами давит на наши ворота Там и несмеянные пацаны выбивают эту шайбу Просто неимоверными усилиями И дальше происходит вот это Кухарь, уходя от двух защитников Разворачивается Заставляя одного из них просто распластаться по площадке Отдает передачу на Ременза И серый фантаймером с одного колена Забивает просто сумасшедший гол Две шайбы от нашего защитника в важнейшей игре Это просто что-то с чем-то Судья показывает на то, что взятие ворот случилось Мы всей командой радуемся Но тут мы замечаем, что кто-то из игроков соперника Подъезжает и указывает на то, что в сетке ворот есть дырка Давайте я попробую вам визуально объяснить Что, по мнению арбитров, случилось в этом моменте Вот ворота Сергей бросает И вот здесь проходит нога вратаря И вроде как бы Шайба попадает вот в этот угол И, как вы видите, дальше Проходит по линии И уже оказывается в ворот Но арбитры в итоге И игроки соперника утверждали Что шайба попала вот с этой стороны в ворота И вот здесь в воротах была дырка в сетке И как раз таки шайба попала вот сюда В дырку в сетке И потом только пошла по линии ворот Я надеюсь, вам наглядно объяснил эту ситуацию Теперь давайте посмотрим повтор еще раз Ну, что скажете? Была там дырка или не было? Было там взятие ворот? Или все-таки шайба прошла через эту дырку? Я не знаю, что говорить Сергей утверждает, что он слышал звон штанги А звон штанги возможен только если гол был Короче, судьи совещались-совещались И решили отменить взятие ворот В концовке мы, конечно же, сняли вратаря И устроили штурм воротом соперника Но Макс тут не попадает в ворота Мы проигрываем со счетом 3-2 Бой! Блин! Сука! Как же она там не попала? Обидно Обидно в таком финале обидно проиграть Не сказать, что мы сразу рассчитываем на победу Молодцы пацаны Отличный турнир, красавцы все просто Просто умница, молодец, Даня Все молодцы Женек, молодец, Женек Спасибо за турнир, пацаны Все, красавцы Молодец, Калек Хороший турнир, отличный Победы, парни Победы, мужики Поздравляю Поздравляю Я же не видел Посмотрим, видел, сделаю Ну а после рукопожатий Серый поехал проверять сетку И насколько там в эти дырки может пролезть шайба Но в итоге до конца разобраться мы так и не смогли в этой ситуации Лучшим игроком в нашей команде заслуженно был признан Парфен Ну а когда организаторы достали эти красивые медальки И этот шикарный кубок Нас, знаете, как-то немного отпустило И мы понимали, что должны быть и вторым местом очень довольны Ну и тут случилась небольшая ложечка дегтя Оказывается, кубок-то нам должен был достаться А вот медальки доставались призером регулярного чемпионата В котором мы оказались только пятые И в итоге мне вам, друзья, кроме вот этого видео и фотографий Которые мы выставили в свои инстаграмы с кубком Показать вам нечего Я бы мог сейчас помахать медалькой Которую я честно, как и вся команда, заслужили Но вот почему-то организаторы решили эти самые медали на призеров плей-офф не делать Мне кажется, это не совсем правильно Пишите вы в комментариях свое мнение по этому поводу Уооооу, хорош! Давай, показывай, показывай нам кубок О, сейчас, подожди, три секунды Красава, красава, давай фотки Это наш дедут Дедут в аренформиру Дай кубок посмотреть Отличный Вообще красавчик Сейчас будем фоткаться Да сейчас, подожди, давай, церемония закончится Ну а в раздевалке мы уже налили соку в кубок и попили с него с большим удовольствием Тоже почетно, тоже престижно Вы все молодцы, спасибо вам Красавчик Вот так вот, друзья, турнир Кубок Саргас закончен Мы вторые Это очень хорошее достижение для нашей команды Я же говорю вам огромное спасибо за поддержку на этом проекте И очень надеюсь, что вы будете рекомендовать весь этот наш сезон своим друзьям Потому что такое нужно действительно распространять Чтобы популяризировать любительский хоккей Также не забывайте подписываться на все инстаграмы Которые указаны в описании Для того, чтобы первыми узнавать новости о играх нашей команды Ну и я надеюсь, вы накидаете лайков под этим видосом Потому что мы их действительно заслужили Еще раз всем спасибо за просмотр И до скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok